Всем привет друзья! Итак сегодня у нас с вами заключительный выпуск посвященный турниру Австралия Open 2020. А поговорим мы сегодня с вами о мужском финале между Новаком Джоковичем и Домиликом Тимом. Друзья, вы знаете, что я крайне редко рекламирую другие спортивные YouTube каналы, однако когда человек это делает в первую очередь с большой любовью к спорту, без всяких либо обещаний, каких-то там продаж, прогнозов и прочей чепухи, которые я не приемлю, то это всегда интересно смотреть. И канал Вальдол ТВ именно к этой категории относится. Там вы дадите большое количество футбольных прогнозов, а также прогнозов на другие виды спорта. В общем ссылочка будет в первом и закрепленном комментарии под данным выпуском. Ну а теперь давайте обсудим наш финал. В отличие от женского финала мужской, они столь удивительные, потому что действительно оба игрока из топ-десятки и Новак Джокович вообще тут не удивление, как и раньше было, не удивление Сирена Уильямс в финалах. Но Добликс, в принципе, тоже не скажу, что это какая-то большая сенсация, хотя и по-настоящему он справедливо обиграл Рафаэна Даря, хоть и был там аутсайдером, но все равно это нельзя назвать было прям супер какой-то громкой сенсацией. Потому что правда Добликс сейчас, пускай и не в тройке лучших, но в пятерке он как бы стабильно уже, так скажем, установился. Для Джоковича это очередная возможность пополнить свою коллекцию шлемов и приобретиться, так сказать, к заслугам Недали и Федорера, к чему, собственно, сербский трансист и стремится. Ну и плюс это еще возможность снова занять первую строчку рейтинга. Конечно, все это добавляет сильную мотивацию на лаку. Ну и к тому же Джокович, правда, очень здорово идет по этому турниру и, в принципе, проблем как таковых не возникало. Ну и Тим, конечно, молодец, он тоже здорово отыграл и, в принципе, тоже у него не было таких критических ситуаций на этом турнире. Поэтому Австрия тоже находится в отличной форме. И мне поэтому удивительно, что его выставили таким явным аутсайдером данного противостояния, потому что он, во-первых, выигрывал не один раз Джоковича. И, в принципе, если мы вспомним матч Новака в полуфинале с Федорером, то хоть и победил там сербский трансист в трех сетах, но я назову эту победу очень легкой. А ведь мы сами знаем, что Федорер играл с Траудной и даже тем не менее доиграл и не снялся. Но даже это не позволило Новаку разгромить швейцарского теннисиста. Но почему-то считают букмекеры, что австрийц, а он сильный разгромит, хотя австриец не испытывал никаких проблем и со здоровьем еще что-то. Он достаточно бодрый, не более уставший, чем Новак, и поэтому я считаю, что, ну, как минимум, не хуже он должен побороться, чем побороться Федорером. К тому же, и в крайних встречах у меня всегда была упорная борьба за крайние 2-3 года. Так что, я считаю, тут ряда для оценки Доминика Тима, и я рекомендую тут сыграть фору в плюс 6,5 димов на Доминик Тим. Ну вот, ребята, это все, что я хотел вам рассказать. Заканчивается у нас Австралия Open. Дальше, на самом деле, тоже немало интересных турниров и премьер-категории других, и тот же Кубок Федерации, который буду очень подробно разбирать. В общем, впереди еще куча-куча интересного, так что, если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, поставьте лайк, комментарий к этому видео, ну и ждите новых выпусков. Кстати говоря, скоро будут тоже очень интересные видео, посвященные не только прогнозам, но и также другой интересный контент. Поэтому, всем, как всегда, я желаю удачи и до скорого! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok